Как мы уже рассказывали ранее, на Кубани проводится поисково-просветительская экспедиция «Имя Кубани», посвященная 80-летию образования края. Общественно-государственный проект был инициирован Краснодарской краевой Народно-патриотической общественной организацией за веру Кубани Отечества совместно с администрацией и законодательным собранием Краснодарского края. В минувшие выходные в нашем районе завершился муниципальный этап этой экспедиции. На торжественном мероприятии побывали и мы. Перед началом мероприятия глава района Роман Синеговский, председатель районного совета Григорий Литовко и заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Сергей Килин возложили цветы к вечному огню. После чего посетили выставку, которая проходила в фойе Дома культуры. На ней были представлены стенды с именами наших земляков, обладателей титула «Имя района» по пяти номинациям «Боевое», «Духовное», «Молодое», «Благотворительное» и «Трудовое имя». Вместе с фотографиями на стендах можно было ознакомиться с биографиями номинантов. Чтобы отдать дань уважения землякам, которые внесли большой вклад в духовное, нравственное, социально-экономическое развитие района, в этот день в зале Городского дома культуры собрались славянцы, представители общественных организаций, депутаты, главы поселений, казаки, студенты, кадеты. Многие из номинантов и сегодня живут, трудятся и продолжают служить примером для окружающих. Часть акции муниципальная, она завершена поисковой работой, но она продолжится в наших поселениях, в наших хуторах, в наших селах. Мы будем называть именами наших земляков улицы, дома культуры, будем проводить спортивные мероприятия, творческие мероприятия, классные часы, фестивали и многое другое. Главная задача имени Кубани, этого большого проекта – всколыхнуть общество, ещё раз увидеть, услышать, исследовать те подвиги, те заслуги, которые сделали наш край великим, наш район сегодня славянский, процветающим, нашу Родину, Россию могущественной. В этот день номинанты получили свидетельство о присвоении титула имя района. Одна из них – руководитель фольклорно-этнографического ансамбля «Казачьи напевы» Сельского дома культуры «Анастасиевский», заслуженный работник культуры Кубани Антонида Демчук. Под её руководством ансамбль «Казачьи напевы» стал одним из самых известных не только в нашем районе, но и в крае. То, что мне присвоили вот такое вот высокое звание, этим я благодарна людям, тем людям, с которыми я работаю. Вот, это их заслуга прежде всего, но моя так чуть-чуть. В зале присутствовало много молодёжи, ведь одна из целей – экспедиции – прославлять людей, чей жизненный путь и добрые дела являются достойным примером для молодого поколения. Цель этой акции – чтобы молодые люди, как я и младше моего возраста, знали героев в лесу, чтобы знали их имена, чтили, чтобы память распространялась на другие поколения и дальше. И чтобы ещё много веков Славянск на Кубани, Краснодарский край процветал и радовал людей. 25 выдающихся земляков, которым присвоен почётный титул имя района, вошли в список кандидатов от Славянского района на присвоение почётного титула имя Кубани. Тина Копачевская, Александр Косицын. Программа События.